Счастливый отец двух дочерей, руководитель научно-производственного центра «Вектор» Виталий Грасин сегодня мог бы отмечать свой 57-й день рождения. До этой даты он не дожил. Его 8 октября прошлого года сбил пьяный водитель. Обгоняя КамАЗ, человек в нетрезвом виде на своей машине пошел на обгон этого КамАЗа и в итоге сначала выехал на левую полосу движения, затем на обочину, где проходил мой отец. И со спины, без шанса среагировать, он сбил его. В результате папа получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Врачи три недели боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Этот печальный случай не единичен. По данным регионального ГИБДД, число ДТП с участием пьяных водителей в прошлом году выросло почти на 4%. Количество ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, составило 194 ДТП, в которых 39 человек погибло и 264 получили травмы различной степени тяжести. По закону, водители, совершившие ДТП в состоянии алкогольного опьянения, получают штраф в 30 тысяч рублей и лишаются прав на срок от полутора до двух лет. Если человек повторно садится за руль пьяным, за это грозит уже уголовная ответственность. В случае, когда гибнут люди, наказание составит от двух до семи лет. Подсудимый ранний судим, вину признал в совершенном преступлении, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию расследования преступления. Елене Грастиной и ее родным, водитель под колесами которого, погиб отец, частично выплатил ущерб. По суду сумма составляет порядка трех миллионов рублей. Кроме того, он получил реальный срок – два года, шесть месяцев в колонии поселения. Родные считают, что это слишком мягкое наказание. Мне очень обидно за то, что конкретно данный человек в этой ситуации, имеющий большой послужной в кавычках список, то есть находящийся в уголовном розыске два года, лишавшийся прав в 2011 году за езду в нетрезвом виде на 18 месяцев. Я считаю, что данное наказание не соответствует личности человека и характеру преступления, которое он совершил. Родные решили обжаловать решение суда. Заседание состоится 25 апреля.